Я думаю, что я очень много раз играл в дебюте не так, но в принципе я не ожидал этот вариант и не знал его очень хорошо. И, может быть, уже мой ход H5 не очень хорош, но я не знаю. Понятно, что моя позиция была очень плохой. Я это знаю, но я с детства попадал в плохие позиции и привык играть плохие позиции и бороться. Правда, на этом уровне этого чаще всего равно не хватает. Но вот здесь это только быстрые шахматы, в быстрых шахматах даже самые сильные игроки допускают ошибки. Так бывает. Когда у меня была проигранная позиция, я, конечно, понимал, что надо бороться как-то, пытаться выискивать шансы и так далее. Но когда шансы появились, я пытался их использовать, но понимал, что позиция продолжала быть трудной. Но когда, наверное, в какой-то момент моя пешка аж стала опасной, я подумал, если кракли мне на перехват. Но опять что-то там пропустил. Потом перед Carl C5 бялись, задумались. И я посчитал этот вариант для Слон C8, как я был в C8. И считал, что, по крайней мере, там у меня есть перзевый эндшпил без фигуры, что уже достижение. Он, конечно, безнадёжный. И надеялся, что ещё найдётся что-то лучше. Я не знал, дарь ли мне шах на D6 или нет. Но потом заметил, думаю, перед ходом ладья D8 этот ресурс сбьет C6. И решил пойти на это. Но мне, конечно, повезло, что в позиции было такое. Но я этого искал. И многие прошли бы мимо, но... Я не знаю. Мне казалось, что у меня плохо. Но я не знаю. Я там видел, что могу... Я видел, что после ладья D8 могу напасть как-то на коня. Или вместо Слон C8 могу напасть на коня. И что там, скорее всего, проигрываю. Видел Слон C8 и не успел посчитать ничего. Я посчитал, что там есть шах ладья D6 заранее, но тогда король C5. И, похоже, моя ладья как-то теряется. Это я успел сообразить. Но и поэтому сыграл так, как сыграли. Но я видел в тот момент уже конь C6. Сферсбилд C6. И соперник попал на эту ловушку. Похоже, да. По-моему, конь Т3 не точно. Да, не точности. Но там белые что-то не так сделали. Но, с другой стороны, я старался как-то... Хотел бы какую-то контри-игру создать. Но, конечно, этого не должно было хватить. Но, да, так бывает иногда. Наверное, нет. Но я бы какой-то шаг на это мог дать. Наверное, позиция плохая. Но я это не скрываю. Но я думаю, что, наверное, проиграю. Но я люблю сдавать запозднее. Потому что, когда играю такие позиции время от времени, я их спасаю. Конечно, есть понятие, уважение к сопернику и так далее. Но за мной есть такие стихи. Допустим, если я играю 10 таких позиций, не сдаюсь и наберу из них в классике ачко. Быть может быть в быстрых шахматах. Полтара или даже два ачка. Хотя против соперников намного послабше Гарикимовича Каспарова. Но все-таки думаю, что пока есть хотя бы малейшие шансы. Стоит их испробовать. Но я, конечно, был очень рад, что мне удалось не только спасти партию и даже выиграть. Но не переоцениваю это. Это только быстрые шахматы, конечно. Это не классика. Пока!